Приветствую вас! Тут один зритель напомнил интересный факт. Зритель, я так понял, жил в районах Советского Союза. А кто жил в районах Советского Союза и был школьником, или работал на заводе, а тем более учился в учебных заведениях, или может в НИИ работал, хорошо помят, что осенью, весной, летом посылали школьников, студентов, рабочих, служащих, куда правильно помогать колхозникам убирать урожай. Это был такой вечный процесс, когда, ну действительно, скажем так, на некоторых предприятиях даже были целые бригады, которые постоянно ездили на помощь колхозников. Я говорю, нет, не шучу, но по документам они числились другими, к примеру, там, лаборантами, инженерами, но в действительности они там не работают, они постоянно ездят. Такое было. А школьники, студенты, ну я говорю, кто учился, хорошо это помню. Да, спорить не буду, многим, многим студентам, ученикам, которые не хотели учиться. Очень это нравилось. Ну, сами понимаете, поехали, знаете, нет, класс, да, было. Возникает вопрос, смотрите, масса людей, масса людей ездила на уборку, там, уборку, прополку, там всякие, ну, работ хватало. При этом нету ни овощей, ни фруктов, ни черта. Не говоря уже колбасами, ни чертами. Дефицит колоссальный. Очереди. В общем, здесь приходишь, вонючая, ну, от силы, может быть, буряк лежать, свекла пронившая. Все, ну, просто ужас. Я уже молчу, но говорю, мясо, ну, катастрофичное и фатало. Мало того, даже ЦК КПСС, говорю, да, имело место небольшие сложности. Вы, конечно, не помните, в свое время приняли продовольственную программу. И когда ее принимали, тогда в докладной записке прописали, почему принимали, ну, в Сыгришном программе. И там было некоторые цифры, факты. Факты включились в том, что в Советском Союзе голод. Серьезно. То есть, грубо говоря, не хватает мяса, молока. Ну, норм, норма не хватает. И голод. Поэтому продовольственная программа. То есть продовольственная программа была рассчитана до 1980 года. Не удивляйтесь. Да знаешь, что про ее потом забыли. Так что, да, такая ситуация была. И, ну, действительно, кажется, как же так? Раньше, а сейчас? Смотрите, вот сейчас, наш Катайская Украина. Время от времени даже, ну, я понимаю, сейчас там война немножко не то. А вот если приезжаешь, он такой, да, что это не село, это сельцо. Ну, видно, что такое старенькое. Есть киосочек или магазинчик. Да, ну, такой, мало то, что терминал работает. Обращаю ваше внимание, работает. Сейчас это. Заходишь. Понимаете, если в советские времена, ну, сельский житель зашел бы в такой магазин, он сознание так не работает. Ну, уже такой выбор. Да, я не спорю, вы можете там мне найти устрицы. Не спорить не буду. Можете найти, а вот я хотел бы такую колбаску, а здесь такой нет. Да, 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 спорить не буду. Но выбор колоссальный, молочный, мясной, хлеб тоже, тем более, чаще всего, самый разнообразный. Ну, не знаю, я уже мог, что там, крупы, консервы, ну, не знаю, там, кондитер. Ну, что вы сейчас хотите, черт, вас всех побрал. Водка тоже есть, коньяки тоже есть. А, дорого. Ну, начинается. Да, да, сейчас завалили. Почему? Благодаря олигарху. Обращаю ваше внимание, большинство мяса птиц, которые пищейте, это благодаря олигарху. Вот помните, проблема с яйцами, вот это уже раз. Ну, война началась. Все эти фабрики наши российские фашисты уничтожили. Проблема. Так что это есть. А так, в принципе, да, благодаря украинским агрохолдикам, не фермеры, фермеры, это жилье в квадрате, вот они только мешаются. Не, там действительно есть паранормальные фермы, но основная масса, это вороново сидит просто. По этой причине потихонечку их надо убрать. А так, да, за счет холдикова. Ну, во-первых, понимаете, вы, наверное, знаете, что у нас сейчас есть так званые интегрированные. Это когда, ну, к примеру, вот вы молочко кушаете, кушаете, да, творожок кушаете, кушаете. Какой вас любимый? Ну, у вас же есть, у нас разные штабы, да, какой. Так вот, смотрите, практически большая часть тех, что производят, это так званые интегрированные холдик компании. Они же не просто делают, ну, только вам творог или молоко, или сметану, нет. У них молочные фермы, но молочные фермы же скот кормить надо. Ага. Знаете, он кушать любит, поэтому полябров. То есть, грубо говоря, у них есть своя кормовая база. Да, есть свои проблемы, там, лучше, чтобы земля была в собственности. Ну, ладно, не будем это бросать. Есть своя кормовая база со всем семянцем. Мало, есть не просто кормовая база, а есть, представляете, по подготовке семян, по технике, скажем, по этому. То есть, ну, целая, как бы, система, с одной стороны, выращивается, потом, естественно, скот кормится, получается молоко идет на переработку. То есть, знаете, все эти завалились. У нас, чтобы вы правильно поняли, колоссальный переизбыток продукта питания. Несколько раз он делал видео, показывал, сколько мы производим, сколько нам надо, сколько нам мы экспортируем. Ну, до войны, до войны, сейчас я сам пойму. Ну, экспортированно меньше. И сколько мы можем экспортировать, но, к сожалению, по ряду обстоятельств. Так же такая ситуация. Вот еще раз показывает, насколько убой был советский советский. Кучу людей гоняли, чтобы собрать урожай, ни черта не было. Сейчас, сейчас же нет этого. Заваление продам. Ах, вот что значит. Вильна Украина. Да я планую капитализм. Сверх. Но хороший Сверх. Кузючий. Так это работает. А вы что думаете? А, нет. В этом случае, когда он начинает рассказывать. Ах, как было хорошо в Советском Союзе. Да. Ехать, собрать, ну, то есть, покупать гнилую капусту, там ехать на поля и собрать потаныши картошку. Ой, голодная. Сама. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok